Не надо, ё-моё, Валера! Вот это его колбасит! Всем привет, ребята! Сегодня... Ваша, ты обещал за 200 тысяч лайков сделать лизуна. Ну, и где он? Так я пока ещё рецепт нужный не нашёл. И ингредиенты? Я читал в интернете, что всё просто. Нужно взять клей, зубную пасту, плюнуть и добавить капельку тетрабората. Ага, если я в него плюну, то в такой лизун ты играть не будешь. Ну и всё, у меня стресс. Я ушёл. Эй, а подарок показать? Потом. Паша, я тут уже вот, тебе подарок принёс. О, круто, спасибо. А что это? Это такой вот антистресс. Будешь на него смотреть, и стресс уйдёт. Да? Хм, ладно. Вот кнопочка. И это уберём. Готово? Паша, я это к чему? Я тут накупил новых антистрессов? Опять? А-а-шесть. Ладно, тащи давай. Это мы мигом. Сделаем ночь. О, теперь его гораздо лучше видно. И он прикольный. Короче, мне нравится. Антистресс номер два. Это что? Понятия не имею. Посмотрим. Что это в пластмасске? А точнее в силиконе. Какой-то морской конёк. Непонятно. Но прикольно. Лови! О, клубника. Посмотрим. А в пакетике есть воздух. Опа. Вот так вот открывать упаковки гораздо приятнее. Что это? О, какая реалистичная клубника. Очень мягкая на ощупь и приятная. Интересно, что у неё внутри. О, пупырышек. Чпок. Хе-хе. Чпок. Эй, Паша, хватит чпокать пупырышек. Я тут это, с посланием от Петьки. Ну? Петька говорит, что тот, кто подписался, тот молодец. А кто не подписался, тот... Чё говоришь? О, тот будет похож на Петьку. Петька врать не будет. Да-да. Это очень прикольный антистресс. Во, это тебе, нано-робот-антистресс. Мне не надо, робот-антистресс. Ох ты, пень глухой. Не надо, а на-на-на. Ты хоть знаешь значение слова на-на, м? Не-а. А зачем говоришь? Это так мой китайский друг. Говорит, Валера, робот-нано. Мм, понятно. Ух ты, что-то непонятное. Вот тут упаковочка. Ой, он больше похож на какого-то таракана. Вообще, что это такое? Ребята, вы такое уже видели, м? Он быстрый, как пуля. О, жужжит. Хе-хе. Щекотно. Побежали. О, класс. Паша, ты его только не отпускай, а то потом не поймаешь. Стой. Ты куда? Стоять. Паша, я его еле поймал. Отключи его скорей. Он мне под мышку щекочет. Валера, классный ты антистресс подарил мне. Это самая прикольная штука, которую я видел за последний месяц. Сейчас я его уберу вот в этот лабиринт. Очень прикольная штука, ребята. Я бы даже сказал, что это не нано-робот, а какой-то бешеный таракан. Убежал? Хе-хе. Вот это его колбасит. Мы сами не местные. Пришли к вам уточку показать и конфеточку попросить. Уточка не обычная, а жмакательная. А это что? Это для конфеточки. Хе-хе. Ладно. Вот. А уточку мне. Ух ты. Сработало. Паша, это что за конфета? Давай классную и необычную. Ладно. Есть такая. Держи. Ого. И что это за конфеточка? Не знаю. Мне сказали, что это лизательный инопланетянин. Но с какой стороны его лизать? Может быть тут чего-то нужно повращать? Неа. Не работает. Да не умеешь ты. Отойди. Я сам с ним разберусь по-медвецки. А ты пока займись разминанием мозгов. Хе-хе. Что это такое? Это мемори. Какие мемори? Это мемори по-нашему память. Ну и что за память такая? Жми. Ага. Я понял. Нужно повторять за этой штуковиной и запоминать в какой последовательности звучали эти кнопочки. Ну все. Я победил. Классная штука. Паша, я разгадал секрет инопланетянина. Давай посмотрим. Его нужно крутить внизу, а сверху лезет конфетка. Ого. Ползет. А на вкус? А на вкус она похожа на мед с яблоком. Да. Давай я буду его облизывать. На. А я буду продолжать тренировать память. Держи. Пупырчатый антистресс. Валера, ну таких антистрессов у нас уже было куча. И что? И все. Давай другой. Вот ты привередливый, Паша. Ага. Прям как ты. Что это? Пол медведя? Непонятно. Где двигатель? Где пружина? И что это за палка с кнопкой? Куда ее вставлять? Где отверстие? Это что, головоломка? Валера, это не антистресс Паша, это намек, я хочу настоящего котика Не, Валера, никаких котиков Ладно, я пойду тогда с Кузей поиграюсь А ты пока подумай Да что тут думать? Я с одним медведем не могу сладить, а тут еще и котика Угу, совсем уже Кузя, Кузя, а давай играть? Ой, ну давай Ты сегодня не в настроении, да? Я понял Это что еще за штучка? Угу Теперь я, кажется, понимаю Почему у этого кота Такой странный взгляд О, прикольно. Это антистресс, который можно надуть до удобного тебе размера. Ребята, этот кот немножко спускает. Но, в общем, он очень прикольный. Валера, иди, что покажу. А, чего? Смотри. О, класс. А пойдем я покажу, чему я научил Кузю. Ну, пойдем. Кузя, покажи Паше, как мы хотим котика. Ага, давай. Валера, никаких котиков. Ладно, Кузя, давай покажем уточку. Класс. Ага. А ну, мы можем сделать как слон. Фу, прикольно. Кузя, а как пожарная машина, можешь так? И-у-и-у. Круто. То-то же. Валера, давай покажем всем, что я тебе подарил. Ребята, как думаете, что там в коробочке? Небольшая подсказочка. У него есть два глаза. Не догадались? Ладно, показываем. Вот. Это был кот. Это не кот, это копилка. И в него можно класть всякие разные деньги и конфеты. Хотя конфеты лучше никуда не класть, отдавать их мне. О, я сейчас. А что, по-моему, классная копилка. Ребята, вам нравится? Хотя Валерка, конечно, хотел настоящего кота. Но пока нет. Кстати, ребята, какой из этих антистрессов вам понравился больше всего? Паша, вот ты мне кота подарил ненастоящего, а я тебе подарю безумный антистресс. С секретной кнопкой, которой никак не отключить. Совсем? Ага. Всем пока. Это что еще за ерунда? Валера, как его... Да что ж такое-то? Алле-алле-алле, чап-чап. Чап-чап. Что за песня? Валера, Валера, ну хватит. Как его отключить? Да ну хватит. Нет, никаких чап-чап. Что это за ерунда? Что это? Оле-олле, чап-чап. Какой чап-чап? Не надо. Ё-моё. Валера. Да хватит. Валера. Как его отключить, эту гадость? Да хватит. Чап-чап, чап-чап. Хватит. О, секретная кнопка. Ох, фух. Вы прослушали известную песню про Оле-оле-чап-чап. Давайте наберем 100 тысяч лайков, и я придумаю еще что-нибудь классное. Оле-оле-оле, чап-чап, чап-чап. Оле-оле-оле-оле, чап-чап, чап-чап.